Есть ли какая-либо компания, которая более или менее делает безопасную свою технику? Смотрите, если покупаете телефон, смотрите на величину SAR. Это либо латинскими буквами, S-A-R, либо русские пишут SAR. Это количество излучения на площадь поверхности. То есть чем она меньше, тем лучше. Вот у компании Samsung в последних Samsung 0.33. Григорий как-то сделал мне подарок много лет назад, который я, к превеликому сожалению, утеряла. Это был телефон, у которого был SAR 0.12. Это тоже был, кстати, Samsung, по-моему, Samsung. Samsung? 0.12. Была SAR 0.1.0.12. То есть минимальный SAR, который я в своей жизни встречала. Берешь телефон и приятно было звонить. Это была такая маленькая вытянутая коробочка. Не уследила, так скажем, подарила ворам. Обокрали в магазине. Украли телефон. Очень зажалею. Кто нормальный будет есть с кем-то надкусанное яблоко. Это по компанию Apple. Кто питается на помойках, кто питается объедками. Принцип Apple – это объедки. Объедки, которые красиво поданы. Есть такое название «элитный second hand». Элитные помойки. Элитная помойка от компании Apple. Пользуйтесь на здоровье. Мой знакомый говорил, вот уже весна пришла, помойки размерзли. Там все бесплатно. Питайтесь на помойках. На тех помойках, которые производят ради того, чтобы захламить ваш ум, захламить ваши чувства, захламить ваше тело. Эти помойки могут иметь красивую упаковочку. Про них будут красиво кричать. Они даже могут быть, как у компании Apple, хорошо работать. Они работают хорошо, но излучают они еще лучше, еще сильнее. Будет замануха. И вы под этой заманухой не прилипаете на волнуху, смотрите на суть, смотрите на главные вещи. Это, знаете, как бывает, например, стекляшка, она внешне может быть очень красивая. А какой-то драгоценный камень, например, рубин, но не самый чистый. Он вроде не так яркий. Но разница в энергетике, разница в качестве, разница в возможности небольшая. То есть вы стараетесь видеть суть, а не стараетесь видеть оболочку. Вас всегда покупают на внешнее проявление. Старайтесь во всем видеть суть, то есть видеть энергетику, видеть ее природу. Если вы смотрите вглубь, когда что-то пытаетесь приобрести, понимаете эту причину, то вы не будете попадаться на, ну меньше, по крайней мере, будете попадаться на все эти ловушки, которые создают паразитические компании, цель которых, в общем-то, забрать у вас ресурсы. То есть будьте разумными и ищите всегда в чем причину, смотрите на суть. Потому что у любой вещи есть суть. То есть суть Аппла – это вас обворовать. То есть втюхать вам товар, который, в общем-то, вас будет убивать. А сейчас все больше и больше компаний становится, которые становятся экологические. Типа Тенториум. Может быть, Тенториум не самая дешевая компания, но, например, она экологическая. То есть таких компаний становится все больше и больше. Инвестируйте ваши ресурсы именно в экологические компания. Экологические какие-то процессы, в экологические товары. Пусть те люди, которые готовы создавать экологические товары, они получат эти ресурсы. И ваши, скажем так, ваши ресурсы будут работать на тех людей, которые по своей сути, в первую очередь готовы заботиться о людях, а потом уже хотят стать очень и очень состоятельными. То есть всегда были и всегда есть люди, которые это будут делать. Ваша задача – проецировать ваше внимание, инвестировать в ваши деньги именно в эти проекты. Как бы красиво не светились аплы, там золотыми корочками, как бы они красиво не кричали худые фотомодели в телевизоре. То есть ищите эко-проекты. И если нет эко-проекта, всегда есть что-то, что в этом плане лучше. Смотрите сначала на эко-составляющие. Потому что если эко-составляющая плохая, то все остальное для вас будет больше минус, чем плюс. Я пожелаю вам в этом вопросе большей смекалки. На ноутбуках показатель этот отображается? Да, конечно, отображается. Это не имеет значения, каким устройством вы пользуетесь. Смотрите продолжение в следующей серии.